Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Кемерово, мы с тобой. Дети, простите, скорбим вместе с вами. Эти слова на устах каждого из пришедших на траурный митинг. Со вчерашнего дня сюда, на импровизированный мемориал на улице Новогинской, сотни сочинцев продолжают нести цветы, свечи и детские игрушки. Жители города Сочи не остаются безучастными. И вот эти цветы и игрушки, которые несут горожане к этому месту, еще раз напоминают о том, что мы едины, мы должны помнить. Катастрофа, которая заставила вздрогнуть всю нашу страну. Но кемеровичане должны знать, что они не одиноки, мы вместе с ними. Пожар в Зимней Вишне стал трагедией не только для родственников погибших и жителей Кемерово. Он стал трагедией всей страны. Страшное горе от потери 64-х человек, большая часть из которых – это дети, отзывалось болью и в сердцах сочинцев. Второй день у мемориала сотни неравнодушных. В глазах слезы и один на всех вопрос – как можно было это допустить? Это вот все наше, вот это вот на авось, когда делаешь лишь бы деньги, деньги, деньги. Мы что-то теряем в нашей жизни настоящее. Это наше горе общее, поэтому мы пришли поддержать, потому что немыслимо, что что-то случится с нашими родными, с нашими детками. Мы скорбим вместе с Кемеровым. Милые дети, простите, действительно, простите нас, что не смогли уберечь вас в этой жизни. Очень страшно, что в мирное время погибают дети. Для меня это личная трагедия, правда. На митинге собралось много детей. Школьники в руках держат рисунки. На листках бумаги детская боль от произошедшего. В руках белые воздушные шары. Их выпустили в небо в память о тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. Тысячи цветов возложили сочинцы к мемориалу памяти. Зажгли сотни свечей. Эта трагедия навсегда останется в сердцах каждого. И каждому нужно постараться сделать все, чтобы она никогда не повторилась.